Всем привет, друзья! С вами Доминиров и, наконец-то, вышло хэллоуинское обновление. Мы уже сразу с вами взяли 46 уровней Gold Pass. Все это сегодня посмотрим. Посмотрим, что за режимы, что за скины. Сразу можно, наверное, медалечку поставить. Извини, ветеран. Вот тут очень много чего интересного. Сегодня я пооткрываю все вот эти контейнеры. Ну и вообще расскажу, что там. Там сейчас добавили аренду, добавили скины, добавили режимы. Ну и пару интересных дебафов. Друзья, а перед просмотром я прошу вас подписаться на Twitch. Вон там есть на аватарке, либо ссылка будет в описании. Там я раздаю Gold Pass как раз-таки, Nightmare. Там мы раздаем промокоды, играем в ММ. Ну и просто, в принципе, общаемся. Кто не знает, я менеджер команды Force. Наверное, киберспорт его смотрит. Извините, фанаты ВП, но все равно как бы. Сейчас давайте, короче, по обнове. Если что, ничего не монтирую, чисто вот разговорный ролик. Начнем мы, наверное, опять же с Gold Pass. В Gold Pass у нас с вами есть целых 270 уровней, в котором мы имеем на последних уровнях. Это ножи, это оружие. И самое интересное, это топовая медаль. Смотрите, какие вообще здесь медальки. Вот серебряная, вот золотая, вот Elite Gold. Кстати, очень круто смотрится. Я вот думаю, какую взять. Может быть, все-таки Elite Gold посмотреть. Platinum тоже интересно. Ну и фиолетовая. Фиолетовая она такая, ну, посредственно. Я хочу посмотреть, как она будет выглядеть у кого-то в инвентаре. И может быть, я ее возьму. Опять же, крутую медаль сделали. Опять же, сделали это на Хэллоуин. Хэллоуин. Это база. Давайте глянем, что у нас здесь есть по оружиям. И опять же, подкрываем тоже контейнеры, кейсы, которые у нас есть. По оружиям здесь плеточка. Юсп. Давайте сразу вот так вот сделаем. Плетка, окей. Юсп. Какой-то зомбарный Юсп. М16 вообще непонятная, баганная. Как будто бы очень крутой МАК-10, который мне изначально понравился в трейлере. Очень круто было. Это у нас Галил. Ну, фанфау. Прикольный фанфау. Ну, опять же, ничего такого. Фанфау у нас особо не пестрые посредственные скинчики. И Аркановский Вау. Блин. Насчет Вау, я так понимаю, он паттерновый. Да, он паттерновый. И, соответственно, можно поискать какой-нибудь крутой паттерн, который классно будет смотреться там, где побольше фиолетового, там, где, допустим, побольше пауков. Короче, это все дело подбираемое. Потом, если вам интересно, я запишу ролик на тему, сколько будут стоить эти скины. Опять же, а мы идем дальше. Это наклеечки. Наклеечка с паучком у нас идет. Дальше в виде медали Гуд Пасса. Дальше у нас стикер Гипнозис какой-то. Какая-то голографическая тема. Медведь такой агрессивный. Блин, крутой стикер на самом деле. Непонятный стикер. И Аркана. Аркана классно смотрится, но, к сожалению, за счет того, что Гуд Пасс дешевый, она будет стоить примерно так же, как, ну там, сколько? 150-200 голоды. Если мы вспомним, совсем недавно выходила Аркана. Что у нас по бревокам? Это ладно, это окей. Хорошо. Крутой бревок. Вообще, крутой. В принципе, они сделали этот значок. И Аркана. Ну, я не знаю, что с Аркана делать. Ну, спасибо, что она есть тоже. Так, бревоки все посмотрели. Кейсы тоже друпаются, насколько я знаю. Да, здесь падают кейсы. И у нас с вами ножи. Ножи интересные. Ну, вот, кукри забыли. Это нормально смотрится, кстати. Кстати, ну, реально неплохо смотрится. Здесь бабочка у нас вот такая вот. Типа, Руби, я не знаю, что-то. Была бы, если бы она была паттерновая, без вот этого рисунка, было бы круче. Керамбит. Блин, ну, я не знаю, типа. Но он, кстати, паттерновый. Поэтому можно подобрать какой-нибудь крутой паттерн на него. И он будет даже очень неплохо смотреться. Я, честно говоря, не любитель пауков. Поэтому мне этот керамбит, по сути, и не нужен. Хотя по цене он будет повыгоднее. И Джекоманда. Ну, вот это классный ножик. Стинг круто смотрится. Он фиолетовый. Под фиолетовые сеты. Мне кажется, будет самое... Ну, вот видите, с фиолетовыми перчатками, как смотрится. Мне кажется, это будет круто. Так, ну и все. То есть, это все, что у нас есть по Гоут Пассу. Ну, говорю, самое крутое, это медаль. Сейчас я буду уже совсем скоро открывать вот это все, это добро. Посмотрим, что первое выпало. Но мы сначала с вами зайдем в аренду. Рынок у нас, само собой, должен сейчас будет просесть. Заходим в аренду и смотрим, что у нас тут имеется. Мы можем, мы можем с вами арендовать всякие неймилис. Здесь аренда будет длиться 43 дня. Здесь можно арендовать предметы с брелками, с наклейками. Вы просто посмотрите, насколько это дешево, понимаете? 0.03 это просто жесть, а не аренда. Этих скинов слишком много. Я не знаю, как разработчики будут эту тему фиксить. Мне кажется, аренда у нас быстро прикроется. Потому что реально неплохие скины арендуются меньше, чем за одну голду. Вы можете вообще больше никогда не покупать скины. Один раз задонатить, я не знаю, там тысячу-пять тысяч голды. Да даже сто, господи. И бегать себе в удовольствие с теми скинами, с которыми вам нравится. Они вам не будут приедаться. Они прикольно смотрятся. Ну, что поделать? Что поделать? Нормально, нормально. Здесь ножи по 30 голды, пацаны. Арендовать нож за 30, за 40, за 100 голды. Причем абсолютно с разными паттернами. Посмотреть, как он вам понравился, не понравился. Потом уже закупить. Очень дешево. Очень дешево. Какие 50 голды на неделю. Вы чего? О, ё-моё, это же сколько надо предметов, чтобы эту всю байду окупать. Это просто отстой. Реально. Я-то думал, что все-таки аренда поинтереснее будет, подороже, может быть. Хотя, с другой стороны, ну, действительно, это на 7 дней. Плюсы в том, что вы можете взять себе самые дорогие, самые крутые наклейки. Вот за 2 800. Можно взять с четырьмя дэвилиш еще и блокспотом. Ну, на неделю, да. Некоторые вещи, конечно, здесь ставятся оверпрайсные. Но все равно прикольно. Да ну нафиг! С шилдами можно ставить, мужики! Офигеть! Офигеть! С шилдами можно ставить тоже скины еще и с крутыми брелками. Ё-моё! За 800 голды 2 years. Ну, блин, представляете, вот если бы реально такие скины были на рынке. Мне это напоминает почему-то рынок Убума. Кто играл, тот поймет. С гоудскулами за 10 тысяч голды. Да, пожалуйста. Возможно, интересно ли, можно ли на него вешать брелки или нет, я не знаю. Идут ли они параллельно в этот момент на продажу или нет, я тоже пока не знаю. Я не проверял, но все равно, блин. С панишем 1000 голды, с брелоком просто. Но на самом деле меня интересуют дорогие скины. Это у нас скинезис юсп. Что здесь интересного можно поймать? М9, ДГ, да пожалуйста. Хочешь играть? Да играй, блин. Но теперь все будут думать, что твои скины, они арендованы. Соответственно, покупать дорогие скины, иметь там топовые наклейки, как будто бы даже без смысла. Хотя вот, ну реально, 10 тысяч. Вот у меня такой глок когда-то был здесь, кстати, тоже глоки. Ну, что поделать, нормальные вещи, прикольно смотрятся. Много чем можем нового посмотреть. Я вот, допустим, возможно, возьму себе дига лоурейт, чисто посмотреть, как он выглядит. АВП, ТХ. Ой, господи, АВП, АВП, В2, В2. Ну, если бы еще типы сделали здесь брелки, было бы круто. Но, наверное, стоит арендовать только самые дорогие, самые интересные скины. Вон, в Анлидей херачит просто по 5200 за тачки. Хармони, это просто грабеж. Ну, вот там полторы тысячи, две тысячи голодают. Ну, это нормально. Ну, чисто на неделю побегать. М9 универс. Короче, я сильно удивлен с тех цен, которые я вижу. Но в любом случае есть возможность побегать чисто без каких-то там передач, там заплатить. Прикольно. Насколько я знаю, эта история... Да, ёпт, твою дивизию. Просто посмотрите. Ну, это сдать. Вот я, допустим, хочу сдать скин. 30 процентов. То есть, я вот хочу сдать, допустим, за полторы тысячи голоды. Я получу за 7 дней этого скина. Касаю. Вроде бы нормально. Так, а кто его возьмет, спросите вы, да? Ну, вот, хотел бы, наверное, что-нибудь интересное потом посмотреть. Короче, мы еще с вами к аренде вернемся. У меня миллион просто скинов, которые можно арендовать. Что у нас дальше? Здесь у нас ничего не добавили. Здесь у нас ничего не добавили. Стартер пасс. У нас ничего не добавился. Вообще ничего. Вроде бы ничего такого. И играть режимы. Добавили режим Кошмар. Там что-то вроде, насколько я знаю, 4 на 4. Он вообще идет на обновленных картах. Давайте посмотрим, кстати, любую первую карту в Кошмаре. Допустим, мне интересно, как выглядит вместе вилл. Нет, наверное, не интересно. Хотя выглядит она круто. Но давайте арена хоррора, потому что она большая достаточно. Давайте глянем, как будет смотреться эта мапа. Сражайся в атмосферу. Тематический хак, наоборот, специальные модификаторы. Какие-то специ... Какая музыка играет. Специальные модификации. Вся вот эта история. Ну... Очень крутая карта. То, что карты сделали здорово, это факт. Вообще нифига не видно. Туман здорово. Это называется, возможно, ближнего боя. Как будто бы... Как будто бы... Идея спичина с Сайлент Хилла. Потому что вот эти... Видите? Ошметки огненных испепелений круто смотрятся. Вообще тема. Мне прям нравится карта. Опять же, не любители пауков. Ставь лайк, если ты тоже. И не забудь участвовать, кстати, в прокачке инвентаря. Если ты прям до этого момента досмотрел. Обязательно пиши свой айдишник. Я обещал за тот видос еще промокод дать. Я скоро это сделаю. Просто времени особо нет. Поэтому, короче, скоро совсем будет. Ну-ка, давайте сюда зайдем. Что у нас тут есть? Ой-ой-ой. Мясо я люблю. Я могу его с собой забрать как-то? Ну, это, наверное, мертвичина. Короче, ладно. Мы дальше выходим в главное меню. Вроде бы. Вроде бы основное я все рассказал. Что там есть. Ну, блин, круто. Тематическое обновление. Оно интересно. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Насколько я знаю, опять же. Карты сделаны. Рынок. Большое изменение. Баланс. Видимо, оружие изменили. Обновленная система крафтов. Интересно. А как крафт работает? Ну, короче, ладно. Глянем. Вот, кстати, вот у меня есть Night Fury, да? Вот он на рынке. Давайте зайдем в аренду и посмотрим, что здесь можно крутое арендовать. Вот. С драгонами за 800 голды. Я вот могу взять, там, сдать за 10 тысяч голды, к примеру, в аренду посмотреть. Может... А мало ли? Почему бы нет? Давайте сразу попробуем, там, 10 тысяч голды. Может, кому-то интересно будет за 10 тысяч голды. А прикиньте, я бы сейчас случайно продал. Но это аренда. Все. Я уверен, что многие сейчас будут мискликать, да? Ну, это, короче, аренда. Нормально смотрится. Сразу давайте выставим off the tiger в аренду. Здесь, ну, блин, понятное дело, что не больше тоже 2000 голды. И, к сожалению, опять же говорю, вот так страшно. Все так можно мискликнуть. Прямо конкретно можно мискнуть. Я, кстати, знаете, еще понял. Но надо сделать грамотней аренда. Мои запросы. История. А где запрос на дачу аренду? Вот. Я, смотрите, что сделаю. Сейчас я ставлю сюда брелок. На этот. И сдам его в аренду. Ну, ладно. Это мы сейчас все сделаем. Давайте пока пооткрываем по быстрому кейсу. Блин. Сейчас я уберу звук. Я надеюсь, баланс ввели на то, что будут выпадать наконец-то нормальные скидные. А то я столько ною уже на это. Мне нифига не падает из гаут пассов. Там, наверное, это будет очередной гаут пасс. Давайте, кстати, посмотрим, что дропнется. Вы сразу для себя оцените. Стоит ли вам гаут пасс брать или же нет. Вот это обычный кейс. Это, кстати, донатный гаут пасс. Сразу говорю, я рекомендую вам сначала пройти все целиком. Да. А потом себе уже просто купить гаут пасс. Это очень дешево и выгодно. Но не покупать себе за донат. Эти гаут пассы, как вы видите, все very грустно. Наверное, надежда вот хороший МАК-10. Еще бы статрековский, да? К сожалению, нет. Нормально, нормально. Здесь я ничего не жду. Здесь мне ничего не надо. Никакие скины. Срать я как бы на них хотел. Потому что, ну, все равно не то. Вот их в аренду выпустят. Блин, вы представляете, как мало, как дешево аренда стоит. Вот я как трейдер бывший, да, я в это все смотрю и думаю, ё-моё, это же капец. Вот можно было в свое время столько умных идей наворотить. Все посчитать, все рассчитать, все сделать. А нам, кстати, ничего не падает совсем. Просто совсем пустота из этих вэпон-кейсов. Я понимаю, что игра меня настолько сильно любит, что она мне ставит просто рарку, рарку за раркой. Ну, это стыдно, дорогие друзья. Это очень стыдно. Просто сколько М110 дропнулось подряд? Раз, два, три, четыре, пять. Пять контейнеров. Поэтому, друзья, если у вас есть такие кейсы, если вы все-таки покупаете Глудпас 6, стой, М110, это уже троллинг какой-то. Если у вас есть эти контейнеры, ни в коем случае их не открывайте, потому что это дико невыгодно. Вы видите, что мне падает. Это просто пиздец. Не, ну, я, ну, вы видите, да, это все подряд, то есть это, ну, это клоунство какое-то. Это неприкольно. Давай рарку. Ну, блин, на это лего здесь, в принципе, ничего не стоит. Давайте чармики пооткрываем. Чармики также будут дешевые, к сожалению. Ну, опять же, здесь брать этот Глудпас только из-за медали может быть. Я думаю, что я скоро остановлюсь на этих покупках Глудпаса, потому что это реально невыгодная история. Один кейс с ножом мы откроем. Я думаю, больше открывать я это не буду. Ну, посмотрим, посмотрим. Что, кстати, думаете вы насчет этого обновления? Как мы можем видеть, мне вообще ничего не падает. Даже лего пролетело. Круто. Ну, я не знаю. Ну, мне так везет. Здесь за счет цены наклеек можно, наверное, все-таки шанс уже и повысить. Все равно они дешевые будут. Сталкит. Хотите сказать, что я обрадуюсь Леги? Нет. Ну, потому что здесь 2-0-2. Да, слушайте, повысили шанс на 0-2. Я не знаю, как до этого смотрелось, не смотрелось, но это просто... 0-2, спасибо. Да нафиг это... Ой, да. Ой, да. Жестоко. Найтмэр. Ну, спасибо, Илья. Ну, медведь нормальный. Как думаете, выпадет что-нибудь? Это просто кринж. Ну, объективно, это прям кринжаро конкретный. Ну да, ну да, ну ё-моё, ну спасибо, пауки. У меня этих стикеров теперь в этой игре упороться можно. Жалко нельзя в аренду наклейки сдавать. Я бы сдавал, блин. Все равно лежат мертвым грузом. Ай, да. Before the... Ну, за 40 дней надо придумать, как заработать на этой аренде скинов, чтобы, ну, не все просто так было. Кстати, надо будет зайти посмотреть нам в вормах, какая есть аренда. Ну, с наклейками чисто, чего интересного. Короче, как мы видим, все отмена. Сейчас посмотрим, какой нам выпадет ножик. Я думаю, что выпадет самый ублюдский, который только можно, потому что игра сыпит только рарки. Только рарки. Типа... Ой, да. Ладно. Не, вот эти Нортмейер прикольные наклейки, которые... Ну, классно смотрится. Вот этот череп прям уважаемый. Сделали бы такую же аркану просто фиолетовую и все. Она бы стоила нормально. Здесь, к сожалению, ну, не шерта. Даже леги нет. Леги ничего не стоит. Понимаете, леги. Тут стикер-пак, вот, даже если собрать сейчас все наклейки, которые мне выпали, они не окупят один стикер-пак. Поэтому не открывайте их. Дайте понять разработчикам, что, ну, нафиг это надо. Что это за скам такой? Ладно, ну, у нас ножевой кейс. Мне нравится. Этот нож мне сойдет бабочка и керамбит. Три ножа нормальные, три ножа нет. Шанс 50 на 50. Круто, что арка на 100%. Если бы была возможность выбить здесь рарку, я бы ее выбил. А мы открываем ножевой кейс. 50% сыграли. Помоечный ножик выпал. Здорово. Ну, а на этом, друзья, наверное, ролик мы будем подводить к концу, потому что уже 20 минут стрим этот видос затянулся. Вам огромное спасибо за то, что вы меня смотрели. Обязательно участвуйте в прокачке инвентаря, также раздачу голд пасса на моем стриме. Сегодня будет стрим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok